В последнее время, безусловно, федеральные новости, федеральные события перебивают региональные, но, тем не менее, все федеральные процессы так или иначе касаются и регионы, и республики. И поговорим сегодня об этом именно в контексте того, что происходит на общероссийской арене, и как это может сказаться на судьбу республики, на обстоятельства, которые будут складываться внутри нашего региона. Владимир Путин со скоростью ветра реализует конституционную реформу, так называемую, которую все больше и больше людей из СМИ называют конституционным переворотом. Те события, которые буквально бурлят у нас в федеральной повестке, я имею в виду то, что после обращения Владимира Путина к федеральному собранию в середине января 2020 года, срочным порядком, в течение четырех дней, некая рабочая группа, состоящая из певцов, писателей и просто известных людей, сформировала поправки Конституции. Как шутят некоторые шутники в интернете, мы иногда и башмаки подольше выбираем, чем вот эта конституционная группа состряпала изменения в Конституцию, в основной закон Российской Федерации. Так вот, четыре дня понадобилось этой рабочей группе на создание этих поправок, и в первом же чтении, в первый день Государственная Дума принимает эти поправки. Остается теперь принять Государственной Думе еще в двух чтениях эти поправки, потом президент их подпишет, а потом нам разрешат за них проголосовать. Вот этот вот абсурд, конечно, становится все более и более явным. Уже появился в «Новой газете» некий манифест граждан России, которые протестуют против подобного обращения с основным законом страны. Не думаю, что этот манифест, конечно, возымеет какое-то действие на Кремль. Из Кремля идет совершенно противоположная информация. Например, Песков сообщил, что, в общем-то, Путин и не обязан был ни с кем ничего согласовывать, и, в общем-то, можно было и не позволять голосовать населению за эти поправки, но Путин добрый, Путин разрешил всем проголосовать. Так вот, это голосование уже спускают в регионы, в том числе и в Башкортостан. В Башкирию спущена разнарядка, что явка на это всенародное голосование, что бы это ни значило, должна составить 70-75 процентов, а проголосовать за должны от 80 до 85 процентов участников этого голосования. Дело в том, что закон никоим образом не описывает это всенародное голосование. На это всенародное голосование не распространяется закон о выборах, соответственно, и ответственность за фальсификацию на этом голосовании. На голосовании не будет наблюдателей, на голосовании не будут присутствовать журналисты и так далее. То есть, насколько просто будет фальсифицировать данные на этом голосовании, вы уже понимаете, у нас на выборах, которые проходят в рамках закона, происходит то, что происходило на выборах Хабирова, но уж теперь-то, понятное дело, разгуляются по полной. Кроме всего прочего, эти как бы выборы, на самом деле, вот это вот всенародное голосование, которое пройдет за поправки, которые уже будут утверждены Государственной Думой, которые будут уже подписаны президентом, так вот, это голосование станет неким экзаменом для всех губернаторов и для Хабирова. Это станет таким критерием номер один годности или негодности, потому что это такой переходный период. Для Путина это очень важно. Путин должен закрепить, легитимизировать вот это вот странное событие под названием конституционная реформа или, если угодно, конституционный переворот, закрепить в сознании населения и в глазах Запада как некое законное явление. Единственной задачей, естественно, всего этого процесса является дать возможность Владимиру Путину после 1924 года неким образом остаться у власти. У Путина появляется несколько вариантов. Он может возглавить Госсовет, он может опять стать президентом, так как белорусский вариант так и не отменен. Ну, в общем, там у него есть некая развилка. Но главное то, что Путину дается возможность стать президентом. Дело в том, что, в общем-то, если бы он не совершал вот этих вот действий сейчас поспешных, спешных и срочных, тогда бы, конечно, к 1924 году до юра по закону оставаться у власти Путин бы не мог. Теперь ему сможет. И, в общем, в этом-то и заключена главная задача. И губернаторам, естественно, в свою очередь поставлена задача обеспечить максимально гладкий, максимально улыбчивый процесс, чтобы потом никто не сказал, да мы тут не голосовали. Очень интересно было бы посмотреть, как на все это среагирует наша квази-псевдо и явно оппозиция. Господин Навальный уже высказал свое практически нейтральное осуждение об этом голосовании и об этой конституционной реформе, устранившись по факту от обсуждения и от критики этих событий. Но остальные силы пока еще, видимо, собираются, обсуждают и рассуждают на тему, как им реагировать. В принципе, главным вопросом и главным тезисом здесь явится идти или не идти на это голосование. Если идти, то как голосовать? Но, как стало уже сейчас известно, вот это всенародное голосование по поводу поправок в Конституцию случится у нас в период с 1 по 8 или, в крайнем случае, по 12 апреля. Соответственно, к этому дням уже готовятся избиркомы у нас в Башкирии в том числе. И до этого времени у нас есть еще пара месяцев подумать над этим вопросом. И еще немного о грядущих конституционных изменениях. На прошедшей неделе одно татарстанское информационное агентство брало у меня интервью на эту тему. Поэтому, к сожалению или не к сожалению, не знаю, как будет правильно, это интервью выйдет на татарском языке и на территории Татарстана. У нас в Башкирии со СМИ не очень. Наши СМИ, в общем-то, не интересуются такими малозначительными вопросами, как изменения в Конституции Российской Федерации. Но из этого интервью я бы выделил один вопрос, который, наверное, интересен был бы и нашим зрителям. Это вопрос о том, как вот эти конституционные изменения повлияют на участь регионов, на их свободу, несвободу, на их полномочия и так далее. Мое мнение, что, конечно, на самом деле, то, что касается самостоятельности регионов, ничего хорошего ждать не приходится. И, судя по всему, Владимир Путин окончательно формирует конструкцию полного единовластия и вертикали власти в Российской Федерации. Вряд ли регионам достанется больше свободы или больше финансов. Некое перераспределение финансов, конечно, произойдет, но при этом оно будет сопровождаться, безусловно, снятием ответственности с федерального центра. Возможно, это коснется здравоохранения, возможно, это коснется образования, потому что именно здравоохранение и образование тяжким грузом и бременем лежат на плечах федерального центра. Федеральный центр уже устал платить жителям за их образование и лечение. Денег, как говорится, самим становится мало, и, в общем, тут надо искать какие-то вот такие ходы. Так что, конечно же, регионам ждать вот этой реформы ничего хорошего не приходится, самостоятельности точно не прибавится. Про какой-нибудь там суверенитет даже не хочется иронизировать, потому что мы уже давно с этим всем распрощались. И не знаю, сохранилась ли статья о том, в Конституции Республики Башкортостан, о том, что Башкортостан – это отдельное государство, но в любом случае уже теперь и в последующем это будет звучать комично. Спускаемся с небес на землю, приземляемся в родной Башкортостан, поговорим о событиях прошедшей недели, которые произошли в Уфе и в Республике Башкортостан. Продолжаются подводиться итоги 2019 года, сводятся цифры, подбивается статистика. В принципе, это нормально для всего января. И вот на прошедшей неделе вышли данные по убыли населения и по детской смертности. Прямо скажем, 2019 год оказался в определенном смысле рекордным, в отрицательном смысле рекордным по вот этим показателям. Стараниями новой команды, нового главы Республики Башкортостан процессы отъезда из Республики населения только ускорились, а детская смертность, например, возросла на 18%. Это колоссальный вообще, отвратительный, ужасный показатель. Я не знаю, с этим ли связана отмена доклада Забелина на прошедшей оперативке, но, по-моему, Забелину уже говорить не о чем. При 18% росте детской смертности, младенческой смертности в Республике министру нужно, если не харакири делать, то однозначно писать заявление об увольнении. Тут, конечно, наверное, уже не прибавить, не убавить. А вот то, что касается отъезда населения, тут, конечно, интересный вопрос. Я уже писал на прошедшей неделе в соцсетях о том, что каждый час из Республики Башкортостан днем и ночью, в будние и выходные, каждый час уезжает 28 человек. Уезжают навсегда. Это средний показатель по 2019 году. Уезжают самые лучшие, самые образованные, самые дееспособные, те, кто могут что-то делать, но не имеют возможности делать этого в этой республике. Именно так можно охарактеризовать сложившийся климат в Республике, вот этот климат человеческий, условия для работы, условия для развития, условия для улучшения своей жизни. Минус 28 человек каждый час, днем и ночью, в выходные и в будние. Справедливости ради надо отметить, что люди из Башкирии не только уезжают, но и приезжают. Конечно же, определенное количество людей приезжает, их несколько меньше, чем тех, кто покидает республику, но важно отметить и качество. Кто уезжает? Образованные, местные, с семьями, молодые. Кто приезжает? В основном жители среднеазиатских республик. На самые неквалифицированные работы. На стройки, на уборку, на работу в самом нижнем звене жилищно-коммунального хозяйства. И даже с этими гражданами, или не гражданами, или гражданами соседних государств у нас в Башкирии большие проблемы. На прошедшую неделю мне поступило несколько обращений по поводу странной ситуации, сложившейся вокруг миграционного центра и вокруг тех услуг, которые оказывают некие странные структуры по легализации мигрантов в республике Башкортостан. Речь идет о трудовой легализации, о получении вот этих вот разрешений на работу и так далее. Так вот, в этих обращениях указывается на то, что некая структура и некие граждане при покровительстве МВД и Минздрава организовали систему по выкачиванию денег из-за этих несчастных мигрантов. Создана такая система, в которой деваться некуда и платить нужно ровно столько, сколько скажут. Никакой конкуренции, никаких альтернативных вариантов и так далее. В общем, вот с этой ситуацией я буду разбираться. Обратились ко мне, я так понимаю, работодатели, которые заинтересованы в притоке рабочей силы на территории республики Башкортостан в том смысле, что у них не хватает местных ресурсов и они привлекают сюда иностранцев, выходцев из Средней Азии и так далее. И вот именно этих людей обирает вот эта странная система. Мы в ближайшее время будем разбираться подробно, что и как работает, кто там какие помещения незаконно занимает, значит, имеется в виду там какие-то очень странные взаимоотношения между МВД, между Минздравом, между подразделениями МВД и учреждениями Минздрава и так далее. Еще есть некое загадочное распоряжение правительства республики Башкортостан, которое фактически наделяет эксклюзивными полномочиями коммерческую структуру. В общем, с этим будем разбираться. Это к вопросу о приезде в Башкирию поработать. Неожиданностью прошедшей недели было предъявление нового обвинения Арата Дельмухаметова. И неожиданность не в том, что ему предъявили обвинения, ему уже их несколько предъявили, а суть этого обвинения. Так вот, Арата Дельмухаметова дополнительно ко всему прочему обвиняют еще и в незаконном финансировании экстремизма. Ну, я могу ошибаться в формулировке, но это что-то очень близкое. Так вот, обвинили Дельмухаметова в том, что он собирал деньги на собственную деятельность. То есть, его сейчас обвиняют в том, что он сепаратист и экстремист, который пытался и призывал к изменению законодействующей конфигурации российского государства, ну, якобы, к отделению Башкортостана. Так вот, теперь его обвиняют в том, что он еще и собирал деньги на эти нужды. Пару раз в голове прокрутил эту конструкцию и так до конца логики не уловил. То есть, если преступник прятался и его ловят, то его еще дополнительно обвиняют не только в преступлениях, но еще и в том, что он прятался. То есть, в сокрытии преступника, самого себя. Это все четко подтверждает, на самом деле, мой предыдущий тезис и не только мой тезис о том, что Федеральная служба безопасности тщательным образом нагнетает количество этих обвинений для того, чтобы, ну, в суде потом, если какое-то количество из этих обвинений отвалится, то хотя бы что-нибудь осталось. Абсолютно несомненно становится цель и задача, которая стоит перед ФСБ, именно посадить Дельмухаметова, и, судя по всему, так и случится. То есть, вот эта вот длительность следствия, вот эта вот тщательность копания в каждом слове и так далее. Напомню, что Дельмухаметова обвиняют, по сути, в том, что он как будто бы якобы, то есть, пока еще решения суда нет, призывал к созданию некого внегосударственного объединения, то есть, отделению Башкортостана от России. Что само по себе, конечно, даже для самых неразумных, наверное, людей, абсолютный абсурд, как можно отделиться от России внутри России. Примеров такого географического отделения практически нет на карте земного шара мира, разве что некое государство Лесота, которое находится полностью окруженная Южноафриканской республикой, однако это, конечно, тоже не государство. Соответственно, вот столь надуманное обвинение в отношении Дельмухаметова, это, на мой взгляд, четко иллюстрирует задачу властей изолировать человека от общества для того, чтобы он никаким образом на это общество не влиял. Вот в этом может быть только задача. Тут одновременно, видимо, и признание способности Дельмухаметова воздействовать на социум и куда-то его вести, потому что, ну, человека, который априори не способен никого организовать либо на что-то направить, наверное, не станут спецслужбы так долго, тщательно и мучительно обвинять в чем-то, чтобы посадить. Ну, подбросить ему там какой-нибудь порошок белый, да и все. Но Саратову получилось вот так. В общем, конечно, новое обвинение. Видимо, ближе к весне будет суд, но, скорее всего, этот суд перешагнет вот этот этап нашей конституционной реформы вот этого голосования, потому что всенародный праздник поддержки Владимира Путина нельзя омрачать никакими вот такими событиями. Соответственно, я прогнозирую, что суд над Айратом Дельмухаметом, вероятнее всего, начнется в первых месяцах лета, май, июнь, может быть, июль. На прошедшей неделе в Башкирии разразился безобразный экологический скандал и безобразность его в том, что он совсем не экологический, а чисто информационный. Я имею в виду историю вот с этим якобы строительством завода по переработке отходов на территории Химпрома. Как развивались события? Неправильная подача информации со стороны Министерства экологии и природопользования Республики Башкортостан обвиняю я здесь, на самом деле, напрямую пресс-службу этой организации, которая не смогла правильно сформулировать простые вещи. Так вот, неправильная подача этой информации спровоцировала информацию и выводы пресса о том, что Росатом собирается строить на территории Химпрома нашего многострадального отравленного предприятия некий завод по переработке отходов аж первого и второго класса. Ну, ничего себе новость! Это вообще, то есть, в черте миллионного города начинать строить завод по утилизации отходов первого и второго класса, ну, вот надо думать головой, когда вот подобную информацию выдаешь в открытое пространство. Росатом, конечно, потом это все опроверг, и дальше пошла информация о том, что на территории Химпрома будет создаваться некая площадка для сбора и логистической концентрации вот этих отходов, которые впоследствии будут отправляться в Камбарку. Так это или не так, я до конца не понял. Вообще, конечно, тут надо бы обратиться и в Росатом, в его структуру, и непосредственно в Министерство экологии природопользования Республики Башкортостан, чтобы они собрались с умом, сели и написали пресс-релиз о том, что действительно планируется на территории Химпрома. Вот это вообще больная тема для Башкирии и для Уфы особенно. Вот с таким пренебрежением относиться к подаче информации на эту тему, это просто, ну, если не преступление, то, ну, крайняя степень непрофессионализма. Я обращаюсь к руководству Министерства экологии и природопользования обратить внимание на собственную пресс-службу, на тех, кто там работает. Те ли это люди вообще, которые способны исполнять вот подобные функции, несут ли они ответственность и понимают ли они ответственность за то, что их слова, их информация, как бы, ну, очень серьезно рассматриваются, очень внимательно воспринимаются населением Республики, и понимают ли они, что это не шутки, что они работают не в Министерстве культуры, которым можно балагурить, прикалываться и носить матерные майки, они работают в серьезном Министерстве, особенно серьезном, для нашей, в общем-то, не очень благополучной в экологическом плане Республики. Еще одни итоги прошедшего года были подведены на прошлой неделе. Речь идет о итогах борьбы с продажей алкоголя. Вот здесь мнения властей и объективная реальность разошлись кардинально. Я вообще отношу это, конечно, к некому раздвоению восприятия объективной реальности. Власти никак не хотят согласиться с тем, что, ну, многое или почти все у них не получается, и они начинают моделировать выдуманную реальность. К этому очень склонен Хабиров, потому что ему необходимы победы, а когда их нет, он их начинает придумывать или видеть. Кроме всего прочего, судя по всему, попугай у него на плече не дремлет и постоянно нашептывает ему на ухо всевозможные вот эти вот победы и триумфы, соответственно, речь зашла вот о борьбе с алкоголизмом и продаже алкоголя. На прошедшей неделе прошел некий круглый стол, на котором власти Республики отчитались о том, что аж на 27% упала продажа алкогольной продукции в новогодние праздники в период с 1 по 8 января. Это, конечно, колоссально, это гигантская сумма. Напомню, это прямой ущерб бюджету Республики Башкортостан в плане того, что не были выплачены вот эти и налоги, акцизы и прочие сборы, которые поступают именно от алкогольной продукции именно в бюджет Республики. Но, однако, объективная реальность говорит об обратном. Например, крупнейшие компании-продавцы алкоголя в Республике отчитались о противоположных результатах. Daska Trade сообщила, что уровень продаж алкоголя и в этот период, и вообще за 2019 год, сохранился на уровне 100% от предыдущего периода. То есть изменений никаких не произошло. Компания Magnit, это дешевый алкоголь по всей Республике, в том числе алкоголь, вообще сообщила о том, что уровень продаж алкоголя в этот период составил 246%. То есть в полтора раза уровень продаж алкоголя возрос в этот период. Имеется в виду период 2019 года. А в празднике, конкретно в эти первые 8 дней января, Magnit продавал на 14% больше алкоголя, чем обычно. Ну, в общем, конечно, судя по всему, если все это правда, и то, и другое, хотя это взаимоисключающие цифры, то прямой ущерб был нанесен исключительно только Башспирту. То есть доска трейд, Magnit, всякие полушки и прочие ленты остались только в прибыли. Они заранее распродали алкоголь и имели возможность работать в эти праздники с повышенной прибылью. Ну, в общем, конечно, тут остались только фантазийные представления Хабирова и его команды о том, что они одержали некую победу. Пожалуй, что эту борьбу нужно прекращать, по крайней мере, в этом формате, потому что вот эти запретительные меры вызывают исключительно раздражение как у населения, так и у бизнеса. Но Хабирову нужны простые решения. Он вообще человек несложный. Соответственно, вот что-то более сложное, более изысканное, например, с каким-то контролем продажи, там, несовершеннолетним детям и прочее, или, например, транспортным контролем, ему в голову не приходит. У него есть простые идеи, типа, закрыть двери магазинов. Но на самом деле это не работает. На прошедшей неделе в Башкирии случилась странная история с лишением статуса бывшего судьи Радика Рахматулина. 72-летний бывший судья имел неосторожность выступить на неком мероприятии памяти Бориса Немцова, заявив о том, что государственная система Российской Федерации создала все условия и предпосылки к этой трагедии. И после этого Радика Рахматулина лишают статуса судьи. Напомню, что судьи имеют свой статус у нас в Российской Федерации, даже после того, как они прекращают свою трудовую деятельность. Имеется в виду то, что они определенным образом охраняются законом, там есть некие ограничения о привлечении их к разным видам ответственности и так далее. То есть судья – это такая сакральная фигура всегда была и есть. И, в общем, вот этого статуса бывшего судью 72-летнего Радика Рахматулина лишили за то, что он участвовал в этом мероприятии. Хотя с формальной стороны, конечно, надо отметить, что судебная коллегия, которая принимала это решение, выдвинула ряд определенных причин о лишении этого статуса, в том числе участия Радика Рахматулина в гражданских процессах в качестве представителя граждан, что, собственно, запрещено законом о судьях. Вероятнее всего, конечно, вся эта история приключилась на политической почве. Не думаю, что вот за эти вот участия в этих незначительных гражданских процессах господина Рахматулина лишили этого статуса. Дело в том, что тут можно было бы, конечно, ограничиться там предупреждением, какой-то беседой. Ну, в общем, случилось то, что случилось. Событие это, в общем-то, стало федеральным, оно упоминается в федеральных СМИ. Опять Башкирия прославилась, причем в негативном ключе. Ну, в последнее время, к сожалению, у Башкирии на федеральном уровне только вот такие новости. Только негативные, только характеризующие регион, как какой-то дичающий, опускающийся в какое-то мракобесие. Несмотря на то, что к власти пришли в основном правоведы, как раз права у нас в Башкирии становится все меньше и меньше. Сегодня утром, когда я уже стоял на пороге, выходя на съемки, пришло мне письмо электронное от Лианы Ильясовой, которая проживает в городе Уфе, на бульваре Давлеткильдеево, 12. Так вот, буквально крик о помощи. Дом на бульваре Давлеткильдеево, номер 12, сдан 8 месяцев назад. Застройщикам «Стройинвест Уфа» и все эти 8 месяцев в доме, в котором проживает более двух сотен семей, нет горячей воды. Причем нет горячей воды эти 8 месяцев, потому что застройщик, ну, по словам Лианы Альберт Кашапов, некий Альберт Кашапов, «Стройинвест Уфа» не закрыл свои долги перед Баш-РТС. Ну, так выглядит официальная, вернее, неофициальная версия самих жильцов. Суть в том, что вот как такое вообще может быть? Как дом был сдан, как дом был принят за должностью перед Баш-РТС? Это вопрос, конечно, городским властям и строительным нашим властям, ну, вот факт остается фактом. 8 месяцев сданный дом стоит без воды. Это, конечно, иллюстрирует вот эту поспешность, с которой республиканские власти заставляют застройщиков теми или иными способами сдавать дома, готовы ли они, не готовы. Помните, седьмой дом в Серебряном ручье, который там кровь из носу, как будто Севаш штурмовали, сдали там 25 декабря перед Новым годом, и буквально через две недели там лопнули трубы и полилась горячая вода с верхних этажей на нижние. То же самое сейчас примерно происходит с 10-м домом в Серебряном ручье. Тоже штурмовщина, тоже любыми способами сдать, а потом люди будут, значит, жить без воды по 8 месяцев или как. В общем, вот прошу городские власти обратить внимание на вот этот дом по улице Бульвара Давлет-Кильдеева, 12, на вот эту ужасную ситуацию 8 месяцев без горячей воды жить невозможно. Традиционно делаем работу над ошибками в том смысле, что исправляем оговорки и всевозможные ошибки в наших предыдущих передачах. Ну, ладно бы речь, когда шла об оговорках, но сегодня речь пойдет о фактологических ошибках, которые мы допустили по тем или иным причинам. И начнем с серьезной ошибки. Я имею в виду мое утверждение в предыдущей передаче о семейном характере предприятия ООО «Башсвет», который находится в Нефтекамске и производит светильники. Я обмолвился о том, что оно принадлежит семье Мавлиевых, так вот на самом деле это не так. За прошедшую неделю я проверил и состав учредителей, и все обстоятельства создания и функционирования этого предприятия, и могу заявить о том, что я ошибся, утверждая о том, что господа Мавлиевы имеют отношение к этому предприятию. Ни Ратмир, ни Рафил Мавлиев не имеют отношение к ООО «Башсвет», соответственно, как бы этот вопрос закрыт. Более того, я все-таки подтверждаю то, что действительно мне очень было приятно и интересно узнать об этой истории в Нефтекамске по поводу энергетического аудита города. Это действительно интересное и очень полезное начинание. Тут я всячески поддерживаю молодого мэра Нефтекамска в этом деле. Думаю, что это принесет реальную и финансовую, и техническую пользу для Нефтекамска, и, возможно, будет мультиплицирована на всю Республику Башкортостан. Вторая ошибка, которую я собираюсь исправить в этот раз, она носит более комический характер. И речь идет о том, что на прошедшей неделе в выпуске, посвященном оперативному совещанию, мы анализировали, кто из состава правительства и администрации главы служил в армии, а кто нет. Ну, подавляющее большинство, конечно, этих людей там не служило и не собиралось, но все-таки ошибка была допущена. Как только я перечислил тех, кто там служил, не служил, мне тут же на следующий день посыпались сообщения, и чуть ли не из Министерства обороны о том, что, оказывается, Ренат Рашидович Баширов в армии таки служил. Дорогой Ренат, приношу тебе свои искренние извинения, если ты обиделся, конечно, на это. Да, Ренат Баширов служил в армии. Вообще, фигура Баширова незаслуженно обходится нами и всевозможными другими средствами массовой информации и в социальных сетях, и вообще в интернете. Ренат Баширов заслуживает повышенного внимания. Это очень интересный человек с очень интересной судьбой, с очень интересными функциями в прошлом и в настоящем. Вообще о нем говорить нужно много и интересно. чем мы, собственно, наверное, будем заниматься в ближайшие месяцы и ближайший год, потому что Ренат и то, что связано с Ренатом Башировым, это очень важно с точки зрения понимания, кто такой Хабиров, с точки зрения понимания прошлого Хабирова, потому что в прошлом Ренат нес очень интересные функции в системе координат ради Хабирова, и об этом мы обязательно расскажем. В одной из предыдущих передач я говорил о том, что мы планируем неким образом развивать канал, вносить туда какие-то дополнительные темы, дополнительные передачи. И вот сегодня первый анонс. На следующей неделе и в последующей неделе по четвергам будет выходить некое приложение к открытой политике. Мы его пока назвали «Открытая политика права». Это будет передача на 15-20 минут, в которой мы будем беседовать с юристами, адвокатами, возможно, иными какими-то людьми, специализирующимися в области права, и беседовать будем по конкретным вопросам, по конкретным аспектам, по конкретным проблемам, которые максимальным образом касаются большого количества людей. Те проблемы, которые касаются людей, с которыми они сталкиваются ежедневно или постоянно, будут обсуждаться. Вы сможете впоследствии задавать вопросы нашим героям, можете предлагать какие-то темы на будущие передачи, особенно вас интересующие с точки зрения права. Я думаю, это будет интересно, и я думаю, самое главное, это будет полезно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова